Один из ключевых экспонатов монумента Кургана Славы продолжает постепенное восстановление силами энтузиастов. Этот самолёт Ил-2 был найден в болотах Калужской области в 2015 году по исковым отрядам «Обелиск». Бойцы отряда при поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской атомной электростанции» своей целью видят полное восстановление фюзеляжа самолёта и размещение его в музее под открытым небом. В чём ещё сложность данного вида реставрации? В том, что мы сначала садимся, так сказать, на чертежи. Задача какая? Чтобы самолёт простоял хотя бы без реставрации лет 20. Если рассматривать как лётный экземпляр самолёта, он и 5 лет не простоит под открытым небом по одной простой причине. У него даже сказано в паспорте срок службы 5 лет. У них отваливались просто хвосты, отгнивали. Против решительного настроя реставраторов играет время. Его хватает не всегда. Бойцы отряда «Обелиска» ниже сотрудники «Смоленской атомной электростанции» восстанавливают ИЛ-2 в свободное от работы время, иногда проводя в этом цеху все выходные. Именно по этой причине точные сроки, когда ИЛ-2 будет водружён на постамент на Кургане Славы, сказать пока нельзя. Но в том, что это произойдёт, никто не сомневается.